Деловой стикл в любом случае придерживаемся. И здесь нужно понимать, я согласна с Альбиной, когда она говорила о том, что майки, хвосты, еще что-то, это неуместно нигде. Ни в офлайн, ни в онлайн. Если вы пришли развивать серьезный бизнес, вы должны развивать серьезный бизнес. И вы лицо этого бизнеса, лицо той команды, которую вы хотите видеть. Ну это такое лимоническое отступление. Давайте начнем. Я мама в декрете, действительно. И я пришла, находясь в таком, знаете, замешательстве. То есть когда рождается ребенок, ну, мир перевернулся. У кого мир перевернулся, когда родился ребенок? Есть такие, да? Вот у меня мир перевернулся, потому что до этого я была успешной карьеристкой, любящей женой, путешествия, отпуска. Все было хорошо. Тут родился ребенок. И вот эта вот жизнь, она ушла, что? Она ушла в дом, она ушла в семью. Ты понимаешь, что ты живешь как робот по расписанию, там, да? Пеленки, гармонии, все такое прочее. У меня хватило ровно, ну, примерно на год, чуть-чуть, где-то вот на год. Дальше я поняла, что с этим нужно что-то делать, потому что иначе просто я саду с ума. Мне не хватает бежурки, мне не хватает активности. Ну, и я думать начала, вы знаете, начала думать, искать. Потому что я понимала, что выходить на наемную работу я тоже не хочу. Это не мой вариант. Я не готова оставлять ребенка-няни, я не готова оставлять, в принципе, ребенка одного, потому что, ну, для чего я его рожала тогда, да? То есть я хочу наблюдать, как он растет, я хочу участвовать в его жизни. Но в то же время я хочу в профессии, я хочу дальше работать, я хочу дальше в карьеру, я хочу реализовываться, я хочу общаться с людьми, знакомиться с людьми. Прошло какое-то время, и я залезла в интернет. Я подумала о том, что, ну, как-то люди зарабатывают в интернете, ну, что-то они там делают. Искала, прошло многое. Ну, вот, правда, какие-то, так называемые, там, эти, казино, да, то есть, кто играл в казино в интернете? Какие-то реферальные ссылки непонятные, то есть, какие-то, вспомнил, вот, партнерские программы, так далее. Вот перепробовала все. Пришел, пришел на почту электронное письмо. Там, здравствуйте, Анастасия, в ответ на ваш какой-то отклик, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим предложением. И просто видеоролик, ребята, больше ничего. Вы знаете, я когда открыла этот видеоролик, там буквально было несколько секунд, я даже не помню, что там сейчас было. Но я сразу поняла, что это их война. Что меня зацепило? Почему я пришла, почему я зарегистрировалась? Потому что я поняла, что это люди, которые знают, как работать онлайн. Это люди, которые меня могут научить работать удаленно. Потому что, ну, кто-то сейчас скажет, что, может быть, это мои отмазки, отговорки, да? Но оставить ребенка мне было не с кем. Да, для того, чтобы там пойти к людям, но я не знаю, там, да, промостойки, бизнес-сессии и так далее. Я безумно уважаю всех. Я не разделяю онлайн и офлайн. Я всегда говорю, у меня низкий поклон тем людям, которые работают лицом к лицу. Потому что я понимаю, что это тоже тяжелый труд. Но не менее, да, то есть тяжелый труд и работа онлайн. Потому что это просто разные действия. Соответственно, пришла, увидела, зарегистрировалась. Сергей сказал, да, то есть мой непосредственно так называемый спонсор, я у него была первая и последняя регистрация. Ну, потому что первая и последняя любовь. После он не стал работать, не зная, что случилось, он ушел. И, собственно говоря, ну, мы же лисим какое-то время, да, то есть до терминации. У него был сделан заказ. И получилось так, что в тот каталог, когда я открыла звание директора, вышла на уровень старший менеджер, именно в этот каталог его терминировал. Ну, наверное, вот такая вот, не знаю, кара, да, не заинтересовался человеком бизнесом. И, кстати, благодаря этому вопросу о вертикальном, да, то есть построении бизнеса, что не нужно, кстати, кто начнет работать сейчас в МВА, кто начнет применять вот этот метод морковки, так называемый, да. Не нужно сильно надеяться, что сейчас вот эта вся верхушка проснется и начнет работать. Пожалуйста, мой яркий пример. У человека терминировал, подним товарооборот 250 тысяч рублей. Не начал он работать. И не начнет. Потому что с этих, с этого товарооборота не зарабатывать, ровно, еще это ничего. Для того, чтобы он зарабатывает, ему нужно сейчас самому начать включиться, активно развиваться, работать и так далее. Вопрос о том, что на самом деле не важно, что делать, не важно, как работать, онлайн, оффлайн, доски в объявлении, либо это, там, сессии по новэдж. Важно работать в системе. Ага, поняла. Важно работать в системе. Потому что, ну, я не знаю, если быть один раз на промостойку, будет результат? Нет. Если один раз взять, позвонить знакомому, пригласить в бизнес. Если один раз разместить объявление, допустим, да, то есть, либо вот сейчас все научились делать, ну, посты, да, то есть, размещать там красивые фотографии и так далее. Если вы это сделаете один раз, ребят, результата тоже не будет. То есть, работают все методы, абсолютно все. Но их нужно делать постоянно, ежедневно, в системе. Какая система? Вот именно в нашей команде я, конечно же, расскажу. Соответственно, да, то есть, что мы делаем? То есть, это, безусловно, система рекрутирования. Это нужно понимать, что не работает какой-то один случай. Если вы хотите рекрутировать, если вы хотите, чтобы к вам приходили партнеры из онлайф, например, да, то есть, в социальных сетях, там, через резюме, через доски объявлений и так далее, вы должны понимать, что вы это должны делать в системе. Сегодня буквально за обедом с Сергеем читала сообщение, которое я получила ВКонтакте. Здравствуйте, Анастасия, меня очень вдохновили и впечатлили ваши результаты. У меня, наконец-то, подрос ребенок, я готова присоединиться. На что среагировал человек? Она давно за мной наблюдала, у нее муж зарегистрировал у меня в команде. Ну, вот среагировала она только сейчас, увидев вот этот вот цикл фотографий, да, то есть, это стало, видимо, последней какой-то камплей. Чтобы, ну, он как-то задумался, да, то есть, он начал что-то делать. Понимаете, если бы это вот не было бы какой-то предыстории, не будет работать. Мы сейчас тоже об этом немножко поговорим. Далее, система запуска новичка. Тоже очень важный момент. Очень часто спрашивают, ну, расскажи, ну, как ты рекрутируешь? Ну, откуда люди? Где быстрее люди приходят в интернете? Ну, как? Ну, что? Ребята, вы должны понимать одну простую вещь. Важно, на самом деле, даже, может быть, не как мы рекрутируем, да, то есть, неоткуда быстрее приходят люди. Люди приходят отовсюду. Просто этими методами надо работать постоянно и ежедневно. Важно понимать, куда вы приглашаете этих новичков. Куда? То есть, как вы их будете запускать онлайн? Вы должны понимать, что это люди, которые изначально ищут удаленную работу, допустим. Люди, которые изначально живут не в вашем регионе, могут жить не в вашем регионе. Это те же самые мамочки в декрете, которые рассматривают дополнительный доход, но они не готовы сорваться и приехать к вам в офис на какую-то бизнес-школу. Все, за корт. Не работаем с ними. Но они хотят развиваться. У них, может быть, нет возможности сейчас. Поэтому запуск новичка – это очень важный момент. И об этом тоже нужно думать. Потому что нарекрутировать можно, создать поток можно. Что делать с этим потоком? Чтобы он дальше заработал. Далее. Система сопровождения и обучения. Собственно говоря, тоже. Как вы обучаете, как сопровождаете, как вы вносите разум в мозги людей, как вы их прокачиваете. Потому что, если мы говорим про онлайн-работу, здесь нужно понимать, что люди в большинстве своем, они приходят, они все ищут как раз-таки ту самую кнопку «бабло». Вот 90% людей, которые ищут какой-то заработок в интернете, они надеются, что сейчас они придут, им расскажут, где эта кнопка находится, они будут сидеть на нее нажимать и зарабатывать. Этого не происходит. И вот на этом этапе нужно донести человеку как раз-таки ту самую идею бизнеса. Прокачать их. Чтобы он понимал, что это его бизнес, что это работа, что нужно пахать, что нужно делать все в системе. И тогда будет счастье в стиле рефим. Далее. Система выращивания ключевых, развитие лидерства. Об этом очень много вчера было сказано. Об этом сегодня говорили. И, конечно же, мы работаем таким образом, что важна не просто сеть потребителей, сеть покупателей. Нас интересуют именно люди, которые готовы дальше работать. Люди, которые готовы дальше развивать этот бизнес. Люди, которые готовы делать новые результаты и расти. Потому что мы все прекрасно понимаем, что именно лидеры, да, то есть, когда ты находишь лидера в свою команду, ты сам растешь. Когда твои партнеры достигают новых званий, ты сам, да, то есть, достигаешь новых званий. Все очень просто. Далее. Система продуктовой коммуникации. Об этом тоже расскажу, потому что, ну, нужно понимать, что, опять-таки, вся работа ведется через монитор, да, вся работа ведется через экран. И здесь нужно тоже прокачивать, постоянно, ежедневно говорить про продукцию. Ну, иначе просто, да, то есть, это будет перепись населения, которая никому не нужна. Какие инструменты? Об этом много говорили, поэтому не буду задерживаться на этом слайде. Да, то есть, в принципе, ну, что могу сказать? Вебинарная комната нужна безусловно. И, собственно говоря, до где-то директорского уровня у нас в команде менеджеры прикрепляются к своему директору, да, то есть, они работают вместе командой. Подрос, стало тесно, пожалуйста, вперед, берешь свою вебинарную комнату. Вебинарная комната, которая вот FM, да, про которую вчера тоже говорили, хавизовы, ну, она действительно самая лучшая, ребята. Возможно, есть какие-то более дешевые варианты, да, то есть, но они и более тормознутые. Хотите работать в комфорте, быстро, чтобы у вас ничего не висело, чтобы никто не вылетал, ничего там не подвисало, это, конечно же, вебинарная комната FM. Она никому не доплачивает из лидера, да, просто к ней удобно действительно работать. Ну, и что еще? На чем здесь можно остановиться? Коуч-сайт, он есть, он у нас общий для всей команды. Делали его еще Алена и Иван Родионовы, это мои вышестоящие спонсоры, да, директора. И что хочу сказать, когда я зарегистрировалась, когда я пришла в бизнес, ребята, был блог, не было никакого сайта, был просто блог с, ну, такими первыми ответами на вопросы. Как разместить заказ? Как разместить там, я не знаю, объявления? Какие возражения могут быть? Как на них ответить? Просто блог на Гугле. Мы все с этого начинаем когда-то. Потом, конечно, Родионовы уже сделали такой красивый сайт. И, в общем-то, мы им всем пользуемся, потому что там просто коуч-центр. То есть там собрана информация для новичков, для партнеров, для директоров, какие-то основные моменты. Но я могу сказать, что каждый из вас совершенно спокойно без этого может прожить. В том числе и я. Потому что, если вот просто новичка пнуть в этот сайт и сказать, на, иди, разбирайся, он не будет этого делать. С ним все равно нужно работать. Все равно нужно давать по шагу. Так, пойдемте дальше. Система рекрутирования. Какая цель? Цель заинтересовать кандидата возможностью построения бизнеса с высоким доходом. Мы изначально людей приглашаем на доход. На доход. Это может быть дополнительный доход, это может быть основной доход, не знаю, там, подработка и так далее. В моей команде есть люди, которые сейчас работают на основной работе. Да, то есть как папа Карла практически, там, я не знаю, с девяти до шести, там, с восьми до семи. У каждого свой график. Но они поняли в свое время, что они не хотят так. И эти люди, как ни странно, тоже ищут способы возможности дополнительного заработка. Кому-то просто не хватает на жизнь. Кто-то в дальнейшем хочет уйти. И это тоже, знаете, люди, которые готовы приходить с работы, уставшие, там, без сил включать компьютер и развиваться на бизнес. Вот таких людей ищут. Такие люди есть. Конечно же, это категория, которые просто, да, по каким-то причинам сидят дома, по каким-то причинам у них нет какой-то основной работы, да, то есть это и мамочек в декрете, и люди с ограниченной возможностью. И я хочу сказать, что вообще, в принципе, если брать всю команду продвижения, ребят, вы себе не представляете, какое количество там людей с ограниченными возможностями. Это целые команды глухонемых, которые работают онлайн. Я не знаю, как они это делают. Я не знаю, как они проводят вот эти, да, то есть вебинары. Они это делают. Далее. Соответственно, да, то есть нужно понимать, что не важно, как мы рекрутируем, об этом я и говорила в самом начале. Важно это делать в системе. И важно рекрутировать. Важно каждый день приглашать людей. Да, то есть Альбина говорила вчера, что у нее есть правило, одно знакомство в день. У кого какое правило? Рекрутинг. Кто что делает в день для того, чтобы был рекрутинг. Каждый день. Не по настроению, не когда я хочу, а каждый день. Что такое вообще принципы системы рекрутирования? Это, конечно же, четкие, пошаговые инструкции, да, то есть четкие пошаговые действия. И на самом деле, когда приходит новичок в бизнес, ему тяжело вот взять и что-то там самому сочинить, что-то самому придумать. И здесь нужно понимать, что вы должны быть готовы дать инструкции, дать шаблоны сообщений, дать какие-то ответы на возражения, дать альтернативу, да, то есть каким образом можно подавать в принципе информацию. Сочинять, да, изобретать, проявлять себя, перефразировать. Мы это можем сейчас, да, то есть когда мы все с вами тут предприниматели, когда мы понимаем, в чем вообще, что делать надо, откуда деньги берутся и так далее. Но если мы говорим про новичка, то вот ему сложно. Вспомните себя, да, то есть чуть-чуть говорит. Соответственно, это нужно давать, да, то есть это то, что у вас должно быть. И, конечно же, я всегда всем своим новичкам, всем своим партнерам говорю, у меня есть шаблоны, я тебе их дам. Но ты должен понимать, что, во-первых, а, да, то есть эти шаблоны, они уже прошлись по всей России туда и обратно 10 раз, поэтому тебе в любом случае там нужно слово обходить, они не стали поменять, да. А, во-вторых, если мы говорим про непосредственно момент общения, собеседования какого-то, да, то есть ты, говорю, сделай таким образом, чтобы это было удобно для тебя, чтобы ты понимал, о чем ты говоришь. Потому что моим текстом ты все равно не расскажешь. Но то, от чего нужно отталкиваться, конечно же, это нужно давать, это должно быть в работе, это должно быть в команде. Где находим кандидата? Теплый рынок. Ребята, это и онлайн, и офлайн. Если мои знакомые живут в Москве, мои все знакомые знают, что Настя индивидуальный предприниматель, что Настя успешно развивает бизнес в партнерстве с компанией Арифлейм, что у Настя, в принципе, открыты двери для всех своих знакомых. Они это видят, они это знают. С кем-то я встречалась лично, с кем-то мы общаемся онлайн, в социальных сетях. И здесь срабатывает тот же момент, они наблюдают за вами, то есть они смотрят, ага, у него какое-то там новое звание, ага, она опять там где-то что-то делает, то есть тут какое-то платье у нее вечернее и так далее. С этим работаем. Далее, люди в интернет, которые находятся в поиске работы, то есть об этом я говорила, это те же самые резюме, это те же самые доски объявления, где вы можете, во-первых, а, работать уже с теми резюме, которые есть, б, размещать свои объявления, да, то есть давать, ну, какую-то информацию по работе, да, возможно, мы хитрим, да, мы говорим, что приходите на работу, да, в итоге рассказываем про бизнес, но здесь я говорю о том, что, ну, как еще человек знает про бизнес? Он так и будет всю жизнь работу искать, да, а тут он откликнулся на какое-то ваше креативное, интересное объявление, и вы ему говорите про бизнес, но говорите сразу, говорите честно, то есть не нужно говорить о том, что мы тебя устраиваем на работу, да, то есть на первом же собеседовании, конечно же, мы говорим про бизнес, мы говорим, куда мы приглашаем, мы говорим, что нужно делать, мы говорим, как это работает, мы говорим, что мы работаем с компанией Арифлей, и так далее, и так далее, то есть, ну, та же самая презентация, классическая практически, которую каждый, каждый знает, И тоже рассказывали ее не один раз. Далее. Люди в интернете, которые не находятся в поиске работы. Как это так, да? Ребята, это наши любимые социальные сети. Обратите внимание, вот зайдите как-нибудь в Одноклассники, откройте, там есть игры, и посмотрите, какое количество людей сейчас в эту минуту сидит и играет в онлайн игры. Можете это сейчас делать, у кого есть Одноклассники в телефоне. Это просто тысячи людей. Это пиздельники, но у которых есть время. Понимаете, да? В принципе, у них есть время. Соответственно, их тоже можно заинтересовать возможностью дохода. Каким образом? Ну, можно добавиться в эту онлайн игру, да? Можно просто развивать свой личный бренд. Можно... Все, что угодно нужно делать. Потому что социальные сети, конечно же, никогда не откидываем и не отбрасываем. Это люди, которые могут не искать работу, но найти ее, да? Которые могут не искать никаких возможностей, но найти в итоге доходный бизнес. Ну и холодный рынок, да? То есть мы... Если говорить вообще в принципе про холодный рынок, то, конечно же, мы работаем... Это онлайн-система, да? Рекрутирование. И я уже, в общем-то, озвучила. Это социальные сети, это то, какие объявления, это прозвольное резюме. То есть это то, что работает, это то, что принесет результаты, это то, что, в общем-то, дает тот самый эффект, который нам нужен. Способа подачи информации. Опять-таки, очень важный момент, что не важно, где мы рекрутируем. Важно, как мы подаем информацию. Конечно же, играет роль, насколько грамотно, насколько профессионально. И если мы говорим сейчас про новичка, да? То есть который не знает, что с этим делать, да? Ну, откликнулся ему человек. А что с ним дальше делать? Как проводить собеседование? Либо какую информацию ему давать? Как вообще выйти с ним на связь, да? То есть о чем говорить? То, соответственно, здесь нужно понимать, что способов, да? Каналов подачи информации у вас должно быть много. У вас, в принципе, если вы хотите развиваться онлайн, и сейчас это тренд, да, такой онлайн-бизнес, вас должно быть много в интернете, ребят. Вы должны быть везде. И, собственно говоря, не должно быть такого, что «Ой, у меня только WhatsApp, добавься в WhatsApp, мы там с тобой поговорим». Понимаете? Так и не должно быть. То есть вы подстраиваетесь под кандидата. Если кандидат говорит, что ему удобно общаться в Вайбере, у вас должен быть скачан Вайбер. И вы должны с ним пообщаться в Вайбере. Если он говорит, что «Да, я согласен, я хочу», вот тогда вы ему уже ставите свои условия, что ему там надо скачать Skype, не Skype, WhatsApp, не WhatsApp, Telegram и так далее. Но на этапе рекрутирования, на этапе подачи информации вы подстраиваетесь под человека. Вы с ним работаете там, где ему удобно, по большому счету. Удобно сейчас, именно вот прямо сейчас, здесь пообщаться в социальной сети, не знаю, там, ВКонтакте. Ну что, вам жалко, что ли, пообщайтесь вот прямо сейчас, здесь, да, ВКонтакте. Но тут тоже нужно понимать, да, что есть, скажем так, да, то есть более результативные, да, то есть методы. Есть менее результативные. Я полностью согласна, когда вчера Эрик, по-моему, говорил о том, что проведение Skype, собеседования, да, живое общение, желательно с подключением экрана, чтобы вас видел человек, вы в это время были, в общем-то, причесаны, да, то есть все хорошо было, это работает лучше. Что еще, да, то есть, ну, опять-таки, в принципе, все, что здесь перечислено, оно так или иначе работает. У каждого есть своя статистика. Но, вы знаете, когда вот, например, вы понимаете, что вы сейчас, ну, никак не можете, там, подключиться в Skype, что-то поговорить, да, то есть, в собеседовании, у вас должен быть другой источник подачи информации. Потому что человеку интересно сейчас, возможно, завтра он уже не вспомнит про вас, либо, возможно, если вы ему скажете, что, ой, давай мы завтра, да, то есть с тобой пообщаемся, вечером кто-то напишет ему другой, и он с другим пообщается, да, и этот человек уйдет, ну, соответственно, к другому, да, то есть в другую команду, а не с вами, потому что вам было неудобно, и вы не смогли предоставить какой-то другой источник, ну, получения информации, да, то есть вы смогли, например, пригласить его, может быть, на онлайн-вебинар, либо элементарно скинуть какой-то рекретирующий ролик, либо что там сделать, да, то есть, не знаю, да, то есть автособеседование, кстати говоря, очень интересная мулька. Берете, приводите себя в порядок, садитесь перед компьютером, записывайте короткое автособеседование. Просто рассказывайте про бизнес. Буквально на 10-15 минут. Закачивайте на канал YouTube, сохраняйте себе ссылку этого автособеседования, и, пожалуйста, да, то есть вы можете с собой, по большому счету, помогать рекрутировать своим новичкам, да, то есть они просто дают ваше автособеседование, кандидата прослушивать, если ему все понравилось, у него там с ним появились вопросы, он выходит дальше на связь, да, то есть если вы говорите, ну, это не мое и так далее, ну, собственно говоря, все. Экономит время? Экономит. Происходит, ну, какой-то такой небольшой отсек сразу происходит, да, то есть, потому что все равно нужно понимать, что не все люди к вам зарегистрируются, не все люди к вам придут, и не все люди будут работать. Это нормально. Мне кажется, что в офлайн то же самое, да, то есть не все люди приходят, доходят, там, я не знаю, до сервисного центра, чтобы на собеседование прийти, соответственно, не все люди после презентации регистрируются, не все, кто регистрируется, работают, там, что там размещают заказы, не все, кто размещают заказы, в итоге рекрутируют и так далее. Это нормально. Далее, тоже очень много говорили про данный вид связи. Могу сказать, что скайп, ватсап, да, на сегодняшний момент, это помимо работы именно с кандидатами, это еще работа с командой. Вайбер я использую, ну, по необходимости, если, например, кандидат сам каким-то образом добавляется ко мне вайбер и пишет, здравствуйте, Анастасия, да, я вот по объявлению на собеседование. Тогда вот я с ним общаюсь в Вайбере. Сама я туда, там не работаю, практически туда не лезу. Очень хорошее сейчас еще появилось, ну, давно появилось, начинаем активно работать с Телеграм. Мулька. Последняя неделя у нас команда активно ключевых партнеров переходит на Телеграм, потому что там есть возможность создания чатов на 5000 человек. Мы поняли, что мы хотим объединить менеджерский состав, да, то есть вот весь, начиная с вышестоящих спонсоров до там ниже стоящих директоров, чтобы у менеджеров было постоянное переопыление, чтобы они не только сидели в команде, ну, как внутри своей команды, да, потому что они общались. Мы так росли. Команда разрослась, перестали помещаться. В скайпе не помещаемся, в ватсапе не помещаемся. Прекрасно появился Телеграм, где мы теперь помещаемся, да, потому что там можно создать чат на 5000 человек. Личный бренд. Не чат, а канал. Канал, вот то, что Людков. Да, да, да. Вот, вот, оно самое. Канал на Телеграм. Личный бренд. Каким образом, да, то есть приходит в бизнес. Как приходит? Опять-таки, да, то есть как вы пришли, да, кто-то пришел на человека. Есть такие, кто вот увидел какого-то, я не знаю, да, то есть понравился человек просто. Ничего не понял про бизнес, но понравился человек. Кто-то приходит на личность, то есть зацепил, такая харизма, да, то есть наблюдал за ним. Понимает, что это его, да, ему комфортно с ним общаться. Кто-то приходит на события. Вы знаете, в раскрутке личного бренда, в социальной сети, онлайн, то же самое. Люди приходят на разные вещи. Кто-то просто приходит на красивую фотографию, на качественную, красивую фотографию. Кто-то приходит на то, что он за вами наблюдает, он уже знает, какие вы, он видит вас. Кто-то приходит на яркие события. Ну, вот я привела пример, да, сегодня девушка написала, что она очень рада за меня и хочет тоже начать работать. Далее. Каким образом? Нужно понимать, что личный бренд мы развиваем постоянно, размещая что-то о себе, да, то есть постоянно размещая какие-то фотографии, постоянно делая контент, да, постоянно делая какие-то комментарии, много пишем о себе, да, то есть рассказываем про себя. И это не просто вот нужно размещать, как это, нужно развивать личный бренд, и вы его развиваете. Вы должны понимать и держать в голове, что когда вы развиваете личный бренд, вы рекрутируете. Потому что это тоже является один из действующих методов рекрутинга. Да, он не срабатывает сразу. Но если вы научитесь развивать личный бренд, если вы его разовьете, скажем так, да, вы должны понимать, что это пассивный рекрутинг. И через год вы уже просто, ну, не будете так сильно активно его развивать. Люди просто будут приходить и узнавать вас, да, спрашивать. Вот здесь столько фотографий, это везде было, там везде был, везде была, да, то есть какие-то интересные комментарии, что и как. Расскажи, чем ты занимаешься. Потому что наши так называемые друзья, наши знакомые, они следят за нами. И даже если они первое время молчат и совсем не лайкают ваши фотографии, не нужно думать, что они как бы, они следят, это есть под тяжком. Вы знаете, у нас есть фраза замечательная на тему того, что личный бренд это вот та самая дырочка в замочной скважине. То есть вот таким вот образом люди за вами подсматривают. И вот когда вот они вот насмотрятся, тогда они приходят к вам, да, в команду. Далее, какая цель создания личного бренда? Ребята, это тоже нужно понимать. Потому что все мы с вами бизнесмены, да, и бизнес-леди. Все успешные предприниматели. И развитие личного бренда – это ваше повышение конкурентной способности на рынке. В первый день мы говорили про голубой океан, да, про алый океан, и, соответственно, так оно и есть. Чем более узнаваемым вы будете, чем более интересным вы будете, тем более конкурентоспособным вы будете. Потому что вы сможете… люди будут приходить на вас именно как на интересную личность, да, а не просто на какого-то очередного товарища, который что-то предлагает в интернете. Система запуска новичка. Тоже нужно понимать, что хороший старт – это быстрый старт. Мы делаем акцент, да, то есть, ну, на такой, на быстрый запуск, если это получается. Опять нужно понимать, что, ну, не все включаются, это норма. Те, кто включаются, с теми работаем. Тоже нужно понимать, что вы зарегистрировали человека, и пока он у вас на связи, дайте ему информацию. Пообщайтесь с ним, познакомьтесь, созвонитесь, расскажите про успешный старт, расскажите про стартовую программу, расскажите вообще, в принципе, про то, ну, чего он может получить. Но не грузите особо сильно, да, потому что все равно ничего не поймет. Но самое главное – это завязать что? Контакт, завязать отношения. И, соответственно, это не я придумала, это придумали умные люди, которые пишут книжки по психологии, в 72 часа это является таким эмоциональным пиком, эмоциональным взрывом, да, то есть, когда мы получаем какую-то новую информацию. Дальше эта информация утихает, да, то есть, такая не спадающая получается. И, соответственно, вот пока от вас человек получил новую информацию, пока он захотел, ваша задача с ним поработать, активно поработать. Потому что если вы просто человека зарегистрировали и ушли, да, то есть бросили его на какое-то время, там, пускай сам разберется, вот ему ссылка там на сайт или еще что-то, интерес пропадает. И потом уже обратно его включить в систему, обратно его вернуть очень сложно, потому что это онлайн, это общение через монитор, да, то есть ты не можешь к нему прийти, грубо говоря, то есть ты его не можешь пригласить на какой-то, там, я не знаю, мотивационный семинар, потому что он живет в другом совершенно городе, черти где, там за 3000 километров. Поэтому здесь работаем сразу, работаем быстро. Акценты в запуске. Рассказываем, безусловно, о всех возможностях. Приглашаем на бизнес, да, мы, я уже сразу сказала, мы всех зайдем на доход, мы всех приглашаем на бизнес. Если в момент уже, да, то есть когда вы человека зарегистрировали, он там как-то что-то поделал, не поделал, говорит, ой, нет, не мое. Ну, бывают и такие, это нормально, да, то есть отключился от работы. Я всегда говорю всем, окей, я поняла, я не буду к тебе больше доставать, не буду лезть, не буду там тебя, да, закидывать ссылками на обучение и все такое прочее. Ну, ты должен знать, что ты являешься, что ты имеешь право оставаться лояльным покупателем в компании Алифлей, что ты имеешь право участвовать во всех акциях, которые дает компания Алифлей, что у тебя есть дискорд, в конце концов, 20%, что ты можешь мыться бесплатно, да, то есть, ну, не бесплатно, мыться дешевле, мыть себя, свою семью и так далее. То есть вот и уже, ну, такая продуктовая, легкая, какая-то информация в том случае, если ему это интересно. Ну, и, конечно же, говорим на языке выгоды. Тоже очень важно, да, то есть, понятное дело, что нам выгодно, чтобы все наши новички делали по 150 баллов. Но мне кажется, это такой какой-то, да, то есть, это идеальная картина, которую мы все хотим получить, чтобы вся вот, все 100% партнеров, да, кто включается, кто присоединяется, сразу делали высокие балловые заказы, и все было круто. Но наша, да, то есть, идеальная картина, она зачастую слегка далека от того, что есть на самом деле. Поэтому как смотивировать, да, то есть, как, что, вот таким образом. Доносим какую-то информацию именно, вот, говорим на языке выгоды, да, вот другому не скажешь. Почему ему выгодно пройти стартовую программу, поняла. А почему, да, то есть, зачем и как. Безусловно, проговариваем, да, то есть, мечта, цель, план, действия, результат. То есть, с чего начинается бизнес. Да, то есть, ставим цели, ставим планы, говорим первые шаги, что нужно делать. То есть, практически за рукав, за ручку идем с новичком и выполняем все эти пункты. То есть, активировать электронный адрес, добавиться в чаты, подписаться на каналы YouTube, да, вышестоящего менеджера, директору, посмотреть вебинар, понять суть бизнеса, сделать заказ, начать посещать обучение, создать институционную форму, да, создать Яндекс.Диск, выбрать 2-3 метода рекрутинга. Проговариваем всегда с партнерами, с чего начинается бизнес. Научить сначала организовать свой личный товарооборот, далее организовать систему обучения, сопровожить обучение, да, то есть, научить создать личный и групповой товарооборот. Организуй личный и групповой рекрутинг. Всегда говорю о том, что когда только у тебя появился один новичок, это уже твоя команда. И твоя задача не просто прийти самому на онлайн-вебинар, а вместе с новичком прийти на этот онлайн-вебинар. Твоя задача не просто самому классно, круто рекрутировать, иметь много стартеров, рекрутов в каталог, там, в день, но еще и твоя задача уже научить своего новичка рекрутировать, чтобы у него получалось, чтобы он смог это делать. Пойдемте дальше. Говорим еще о том, что результаты сразу не будет. Говорим честно всегда всем. Завтра мешок денег на голову не упадет. Это нужно проговаривать, особенно в онлайн, потому что люди ищут кнопку бабло. И они думают, что вот завтра они потыкают и уже деньги свои получат. Поэтому с каждым практически новичком, кто выходит на сессию, проговаривает о том, что нужно время, потому что это ваш бизнес. Ни один бизнес за один день не строится. Система обучения. Очень кратко расскажу. Есть расписание обучения. Это общие командные вебинары. Это не значит, что я одна сижу и шарашу с 8 утра, 9 вечера. Нет, конечно. Это значит, что у нас такая большая команда. И, в общем-то, на меня, как на директора, мы выходим получается один день в два каталога. Абсолютно не напряжено. Конечно же, это командная работа. И за счет этого очень удобно. Что еще хочу сказать. 11 часов – это именно подготовка практически, да, то есть новых консультантов, подготовка новичков, новых партнеров, для того, чтобы они научились общаться, научились говорить вебинары, научились говорить в МОО. Выходим очень рано. Я первый раз подключалась в вебинарную комнату на планерку на 6%, рассказывала свою историю, аудиторией было 200 человек. Конечно, я заикалась, что-то у меня там не получилось. Пять раз нажала на кнопку говорить, но, тем не менее, я это сделала. Ну вот, в общем-то, вот примерно с этого, да, вот возраста 3-6, там, процентов мы выходим. На 9, на менеджерском уровне 9% партнер уже, да, то есть он должен свободно давать презентацию бизнеса в вебинарной комнате на аудиторию. Он должен уметь делать слайды, он должен уметь подготовить тему не только в ВВО, но, в принципе, по системе работы, по рекрутингу, как он это делает и так далее. Скайп организован у нас на сегодняшний момент именно таким образом, да, то есть есть общекомандные чаты, ситуационные, есть чаты внутри команды, да, то есть для новичков ключевой. Что удобно в Скайпе? В Скайпе удобно сопровождать. То есть там можно подключить демонстрацию экрана и со своего экрана показать все, что не получается. Показать, на какую кнопку нужно нажать, если там не получается, ну, я не знаю, там регистрационную форму сделать. Показать свой личный кабинет, показать, как это все устроено, в конце концов, показать информационный листок свой, да, какой был до, год назад, например, какой стал сейчас. То есть выстраиваются доверительные отношения. Ватсап, Вайбер тоже, в общем-то, представлен. Что пишем в чатах? Все пишем в чатах, это наша жизнь. Мы там общаемся, мы там работаем, мы там сопровождаем, мы помогаем рекрутировать. Вот все, что вот можно, все пишем. Безусловно, прокачиваем продукт. Безусловно, даем продуктовую коммуникацию. Выращиваем ключевых партнеров. Каким образом, да, то есть, опять-таки, система массового рекрутинга. Уже из этого массового рекрутинга выбираем, что? Выявляем этих самых ключевых партнеров. Кто делает? Да, не кто хочет, а кто сейчас делает? Кто сейчас работает? Делаем фокус не на баллы, а на лидерство. И вчера об этом много говорили. Альбина с Эриком, поэтому не буду останавливаться. Учим наших ключевых партнеров создавать поток людей. Ну и, конечно же, делегируем, да, даем задания, даем возможность проявить себя. Правила. Научись сам, научи партнера, научи партнера, научи своего партнера. Именно эта система дублицируется, именно эта система дает быстрый рост в онлайн и вообще, в принципе, быстрый рост. Как даем, да, то есть, продуктовую коммуникацию? Как организовываем личный товарооборот? Говорим партнеру, ты какой бизнес хочешь? Ты какую команду хочешь? Два балла там по миллион человек? Да тебе жизни не хватит, чтобы выйти на директор. Тебе жизни не хватит. Либо как? Либо 150 баллов, это 20 человек, 20 ключевых партнеров. Говорим о том, что компания не платит за перепись населения, а компания платит за товарообороты. И, кстати говоря, когда люди приходят именно онлайн, они почему-то все думают, что сейчас они 10 человек зарегистрируют, и им компания заплатит. Но, видимо, какой-то опыт, не знаю, там, финансовых пирамид, да? Соответственно, это мы тоже нужно проговаривать, об этом нужно говорить. Как продвигаем продукт? Ежедневные вебинары по продукту. Это ежедневные, постоянные. Велно-завтраки. Это отзывы о продуктах в чате. Это ролики, обзоры, покупок. То есть, в общем-то, у нас есть договоренность с ключевой командой, что когда ты получаешь свой первый заказ в текущем каталоге, ты обязан либо сделать фотоотчет, либо ролик и выложить это в чат. Дать свои комментарии, дать свои отзывы, рассказать, что ты купил, что тебе понравилось, сколько ты заплатил, с какими скидками и так далее. Все, секундочку, еще одну секундочку. Акцент на уникальные продукты Wellness и Novage. Почему? Потому что высокобаловый, потому что это красота. Я могу сказать честно, что вот это мой спонсор, да, Аня Шапирова. Когда она сказала, что она похудела, но без Wellness, но уже с Wellness поддерживать свой вес, я стала пить коктейли. Когда она стала использовать Novage, у нее была эксклюзивная возможность получить его на золотой конференции. Я знаю этого человека, я с ней с такой встречалась, ребят. Я знаю этого человека, я с ней тоже встречалась. Вы знаете, когда у меня мои знакомые подружки спрашивают, ну что бы такое вот сделать для лица, чтобы красиво выглядеть. Я всегда скидываю фотографии, я говорю, вот, это Novage, Ultimate Lift. Хочешь? Единственное, что не убирает, это не убирает родинки. Родинки удаляла, честно могу сказать. Все остальное это результат системного использования наших уникальных продуктов. Спасибо за это, компания. Это я год назад. Это я сейчас. Да, то есть, ну, как бы разница тоже есть. Понимаете, каким образом мы продвигаем продукт? Вот почему такие, да, результаты по Novage и по Wellness? Потому что мы сами являемся той ролевой моделью, мы сами пользуемся продуктом. Мы сами пьем Wellness. Мы его едим. Мы пьем коктейли. Мы про него рассказываем. Мы получаем свои результаты. И именно в этом уникальность и ценность. То есть, я не могу сказать, я не назову, наверное, вот прям состав, да, я его не знаю. Но я могу показать свой результат, потому что я его уже получила. Я могу рассказать про свои ощущения до и после. И это не только я могу сделать. Это может сделать моя команда. Мои ключевые партнеры, потому что они тоже делают это, да. То есть, они тоже пользуются продуктом, они тоже его используют, они тоже про него рассказывают. Они тоже получают результаты. И своим новичкам мы говорим, что вот, да, то есть, вот есть такие продукты. Хочешь? Бери. Хочешь продвигать, получить свой результат? Ну и тоже нужно понимать, это последний слайд, я заканчиваю, что успех – это результаты нежелательных повторяемых действий.